Ну что, и снова о гизеле, и снова о черешне, и какое плодоношение на одно дерево и сколько килограмм. Сразу хочу сказать, что в данном блоге я веду речь о промышленных посадках. Мы помогаем сопровождением. Люди, кто у нас приобретают саженцы плодовых культур, мы оказываем сопровождение, доводим до результата. Так вот, если говорить о черешне на подвое гизеле 5 и на гизеле 6, плотность посадки, которую мы рекомендуем, если это гизела 6, то это 80-1 метр в ряду между растениями и между рядами 3,5 метра. Если это гизела 5, то мы рекомендуем 50-80 сантиметров в ряду между деревьями. Понятно, да? Так вот, и обрезать мы тоже учим довольно-таки интенсивно. И чем ближе мы оставляем к центральному проводнику, к стволу, то есть, да, то и здесь при обрезке мы регулируем урожайность. Так как уже в Европе, и я вам показываю именно точку зрения, что уже смотрят не на урожайность, а на качество урожая. То есть, в данном случае, когда мы обрезаем и оставляем ближе к центральному проводнику, рекомендована урожайность-12-15 тонн с гектара. То есть, из этих 12-15 тонн у вас будет гарантировано 80% высококачественной черешни. Что это? Да, это 32 калибра плюс. Но, как показывает опыт, уже у наших клиентов достигает результат даже 34 миллиметра плюс и в районе 80% от всего урожая. Мне кажется, это шикарный результат. И на общую урожайность превышать ее, думаю, не следует, потому что второсортная черешня сегодня никому не нужна. Если даже нужна, она будет очень по низкой цене. Но так как мы все-таки, так как производители сегодня смотрят не просто на количество и на качество, поэтому мы рекомендуем данный подход. Ну вот, и хочу напомнить о том, все, кто у нас берут саженцы, да, через меня, кому я помогаю, работаю из питомники, то в данном случае оказывается сопровождение. Мы доводим до результата, будь то черешня, груша, кто там, яблоко и так далее. Мы все помогаем и сопровождение, и обрезаем, и обучаем обрезки. Ну вот, наверное, на сегодня все. Оставайтесь со мной на канале, ставьте ваши лайки и, конечно же, пишите комментарии. Я выхожу с вами часто на индивидуальные встречи, поэтому уже детально обсуждаем с вами лично. Ну и на сегодня всем пока и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok